Одним из первых вопросов депутатского обсуждения стал проект закона об изменениях регионального бюджета на текущий год и на плановые периоды 2016 и 2017 годов. Более 345 миллионов рублей будет выделено на завершение строительства новой школы на 600 мест в Кадами. Необходимые средства планируется направить за счет перераспределения средств внутри расходных статей бюджета. Депутаты также рассмотрели законопроект, который вводит дополнительное ограничение распространения алкоголя. Речь в нем идет о заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Не секрет, насколько это беспокойное соседство для жильцов и какой шквал жалоб идет по этому поводу в различные инстанции. На поверку заведения общепита оказываются банальными распивочными. По сегодняшнему принятому законодательству запрещено торговать алкоголем в барах, находящихся в многоэтажных жилых домах. Более того, мы также предусмотрели исключить возможность недобросовестного перепрофилирования из баров в кафе и рестораны, которым сегодняшним законом разрешено продавать алкогольную продукцию. Таким образом, мы считаем, что обращения граждан в данном случае нашли свою реализацию в приведении законопроекта к более жесткому регулированию продажи алкогольной продукции. Кстати, изменения в закон, регулирующие розничную продажу алкогольной продукции на территории Рязанской области, обсуждались на общественном совете при региональном министерстве экономического развития. Загнодательная инициатива направлена на предоставление услуг общепита в более качественном виде. К примеру, в ресторанах алкогольные напитки будут подаваться по-прежнему. Не коснутся новые правила и кафе, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях. А вот переименовываться быстренько в заведение более высокого статуса не удастся. В целях исключения возможности изменения типа предприятия общественного питания с бара на кафе предлагается расширить перечень условий, при соблюдении которых это будет возможно. В части ограничения продажи алкогольной продукции только в предприятиях общественного питания числом столов менее 8 и посадочных мест менее 32. Этот расчет сделан из условий федерального закона. Сейчас в области действуют 117 предприятий общественного питания, которые расположены в многоэтажных домах. По оценкам Минакономразвития, около 90 из них потеряют возможность торговать алкоголем. Возможно, для их владельцев это не очень хорошая новость. А вот во многих дворах станет заметно спокойнее, без питейных заведений под боком. Субтитры создавал DimaTorzok